Первое, что бросилось в глаза, так это перестановки в составе «Динамо». Не зря перед этим матчем команда готовилась в полузакрытом режиме. Состав линии нападения явно стал полной неожиданностью для соперников из Курска. В качестве единственного форварда наставник «Синебелых» выпустил на поле Александра Фомичева. В этом сезоне нестареющий капитан «Динамо» не выходил разве что на позицию вратаря. К слову, именно Фомичев в итоге и станет главным героем этой встречи. Но обо всем по порядку. Начало матча выдалось очень нервным. «Динамовцы» слишком осторожничали. А вот гости напротив бились так, будто это они, а вовсе не Тамбов, претендуют на золото чемпионата. В результате с волнением хозяева все же не справились. На 11-й минуте Подоляк распечатал ворота «Динамо» 0-1. Терять было уже нечего, и «Динамовцы» бросились отыгрываться. Создав с десяток моментов у ворота «Вангарда», хозяева все же сравняли счет. Фомичев удачно сыграл штрафной 1-1. Не прошло и двух минут, как «Сине-Белый» уже повели. «Толстых» оказался первым на мяче при розыгрыше углового. 2-1. Еще в первом тайме брянцы должны были снимать все вопросы относительно победителя в этом матче. Но мяч упорно не шел в ворота. Так, в бесплодных попытках избавить себя от нервной концовки, «Динамовцы» и провели практически весь второй тайм. Кульминация встречи – 80-я минута, а на табло по-прежнему 2-1. Сказать, что на скамейке «Динамо» в этот момент обстановка была накалена, наверное, ничего не сказать. Одна ошибка, одна неточность могла перечеркнуть весь так удачно складывающийся сезон. Атака следует за атакой, и вот он – золотой гол «Динамо». За несколько минут до конца «Синебелые» еще раз поражают ворота соперника. Но это уже, по сути, ничего не изменило. 4-1. Мы – чемпионы. «Синебелые! Синебелые! 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 Синебелые!» Эмоции – победа, это победа. Какая бы она ни была, где бы, даже когда во дворе выигрываешь, это тоже эмоции. Потому что я вообще сам по себе победитель по натуре, по своей харизме. Поэтому вдвойне приятно. Но это наша общая победа. Вас, болельщики, города. Я как бы, не знаю, я думаю, все здорово. Мы отдавались полностью игре, вы сами все видели. Где-то получалось, где-то не получалось, но то, что отдавались, всегда – это 100%. Сегодня, конечно, особенный матч. Очень много нервов потрачено, эмоций. Спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживают от всей команды. Спасибо ребятам за то, что отдавались в каждой игре. Мы играем для болельщиков, доставляем им удовольствие. Брянские «Динамовцы» становятся победителями первенства «Муа Черноземья». И следующий сезон начнут во втором дивизионе российского футбола. Дмитрий Кузнецов, Ярослав Кулаков. События. Брянск.